Привет всем! С вами программа English 911 и я, Екатерина. Вы задаете мне много интересных вопросов. Сегодня мы подробно рассмотрим три любопытных случая употребления английских слов. Приступим к вопросам. Первый мне задает Дима. Дима задает следующий вопрос. Когда я говорю о процентах, о процентном соотношении, либо же о банковских процентах и процентной ставке, правильно ли использовать слово percent? Не совсем так. В английском языке есть два слова, каждый из которых мы можем перевести как процент, но используем мы их в различных ситуациях. Начнем со слова percent, о котором и говорит Дима. Запишем. Это слово мы как раз переводим как процент. Мы его используем, когда мы говорим о процентном соотношении чего-либо. К примеру, мои студенты написали тест. Я проверила их работы и увидела, что лучший студент правильно ответил на 80 процентов вопросов. Я ему скажу. My congratulations. Мои поздравления. You got eighty percent of the answers right. Вы правильно ответили на 80 процентов вопросов. Давайте запишем знак процентов. Хочу обратить ваше внимание. Независимо от того, говорим мы об одном проценте, двух, десяти или пятнадцати, мы всегда говорим percent. One percent, ten percent, eighty percent. Как же быть, когда речь идет о банковских процентах, о процентной ставке? В данном случае мы используем слово interest. Сейчас мы его запишем. Interest. Если мы посмотрим на это слово, то мы увидим, что я написала слово интерес. Но давайте подумаем. Когда банк выдает деньги, дает кредит, он ведь заинтересован в том, чтобы получить деньги обратно и еще немного заработать. Именно поэтому, говоря о процентных ставках, мы используем слово interest. К примеру, данный кредит выдается под шестнадцать процентов годовых. Мы скажем. Говоря о процентной ставке, я использую слово interest. Давайте здесь запишем знак доллара и запишем слово банк, чтобы нам было легче запомнить значение этого слова. Повторим. Говоря о процентном соотношении, вы будете использовать слово percent. Говоря о процентной ставке банки, вы будете использовать слово interest. Продолжаем. Следующий вопрос мне задает Алина. Алина поклонница певицы Lady Gaga. И она задает следующий вопрос. Слово Gaga – это имя собственное или же это английское слово, которое имеет какое-то значение? Отличный и очень интересный вопрос. Слово Gaga – это прилагательное, которое имеет несколько значений. Сейчас мы запишем это слово и рассмотрим примеры. Так, давайте запишем. Гага. Это прилагательное, которое на русский язык мы можем перевести как эксцентричный. Говоря о певице Lady Gaga, мы можем сказать, что действительно она очень эксцентричная. Давайте запишем. Lady Gaga. Слово Gaga имеет еще одно значение. Мы можем его перевести разговорной фразой «не дружить с головой». К примеру, у вас есть друг, который совершает такие поступки, что иногда, вам кажется, он совершенно не дружит с головой. Ему вы можете сказать «sometimes you are so gaga». Так, слово Gaga имеет еще одно значение, но в этом значении оно используется с предлогом «for». Рассмотрим такую ситуацию. У вас есть подруга, и она влюблена в Костю. Обычно мы скажем «she is in love with Kostya». Но если этот Костя – парень далеко не самый симпатичный, с ней он обращается не очень хорошо и немножко жадный, и нам совершенно непонятно, почему она в него влюблена. И мы иногда, критикуя, можем сказать «она просто сошла с ума из-за него». Вот эту фразу на английский язык мы переведем следующим образом. «She is so gaga for him». Она от него просто без ума. Но эту фразу мы чаще используем, когда мы немного критикуем. Вот таково значение слова «гага». Продолжаем. Следующий вопрос мне задает Сергей. Сергей задает вопрос о слове «электрический». Оказывается, в английском языке есть слово «electrical» и слово «electric». В каких же ситуациях нужно употреблять эти слова? Как всегда, просмотрим примеры, и они нам помогут понять различия между этими словами. Начнем со слова «electric». Давайте запишем «electric». Это слово мы переведем как «электрический». Это слово мы используем в тех ситуациях, когда мы говорим о предметах, о каких-то приборах, которым необходимо электричество для работы. К примеру, у каждого из вас наверняка есть электрический чайник. Говоря о чайнике, мы скажем «electric kettle». Давайте нарисуем чайник на вот такой вот у нас современный чайник, и он электрический. Ему нужно электричество для работы. Либо же электрический камин. Electric fire. Нам нужно включить его в розетку с ним, чтобы он работал. Второе слово «electrical». Запишем его «electrical». Это слово мы также переводим как «электрический». Но мы используем в тех ситуациях, когда мы говорим о каких-то вещах, связанных с электричеством. К примеру, у вас пропал свет, ничего не работает, и даже электрический чайник не работает, не можем закипятить воду. Мы скажем «это проблема, связанная с электричеством». Вот в данной ситуации мы скажем «electrical problem». Давайте запишем слово «problem», и этот пример поможет вам запомнить различия между этими двумя словами. «Electric kettle» – чайник у нас работает от электричества, он электрический. «Electrical problem» – проблема, связанная с электричеством. Ну что ж, мы рассмотрели все вопросы, которые я запланировала на сегодня. Спасибо вам большое, друзья, за очень интересные вопросы. С вами была программа «English 911» и я, Екатерина. Goodbye! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok